Около 150 профессиональных кадров для городской промышленности. Именно столько специалистов выпускает в год ваш лицей. О каких профессиях, Александр Александрович, идет речь? На сегодняшний момент мы осуществляем подготовку по 13 профессий. Исторически так сложилось, что в 2014 году путем реорганизации химико-технологического лицея и лицея машиностроения появилось новое учебное заведение «Технологический лицей». У нас достаточно многопрофильное учебное заведение. Мы готовим специалистов рабочих кадров и в области металлообработки, токар, шлифовщик, слесар, в области энергетики, электромонтер, электромонтажник, флиточник, штукатур и для химической промышленности лаборант химического анализа, коливанник, литейщик, пластмасс. И, кстати, мы в республике, профессия галиванник и литейщик, пластмасс, мы единственные в республике, которые готовим по этим направлениям. Список на выбор достаточно большой. Все-таки какие профессии сегодня наиболее востребованы у ребят и, что немаловажно, на рынке труда? На рынке труда все профессии наши востребованы. Ну, а у ребят ежегодно меняется ситуация, но ежегодно профессия лаборант химического анализа у абитуриентов вызывает наибольший интерес. И у нас конкурс «Два человека на место», а также по профессии электромонтер, по ремонту электроборудования тоже бывают конкурсы. При разработке новых специальностей, специализаций, спрашиваете ли у работодателя будущего, что необходимо, что нужно? Ведь от этого зависит, как полагаю, эффективность трудоустройства в будущем. В обязательном порядке. Мы ежегодно при корректировке контроля цифр приема мы дополнительно заключаем договора, меняем, корректируем цифры приема. Плюс ежегодно мы согласовываем наши учебные планы, программы именно с занимательными заказчиками кадров. Плюс в течение учебного года мы прислушиваемся к мнению наших заказчиков кадров по поводу, что нужно, может, дополнить, какую тему можно рассмотреть дополнительно. В обязательном порядке. Знаю, с каждым годом вы стараетесь увеличить процент практических занятий. Какой эффект это дает на финишной прямой? В основном обучаются группы со сроком обучения 3 года. И вот на третьем курсе 8 месяцев они находятся на предприятии. Производственное обучение, производственная практика у них проходит на предприятии. И если в производственных мастерских что-то у них не получалось, то за 8 месяцев они выходят подготовленными рабочими кадрами. Из 3 лет 8 месяцев на предприятии. И плюс еще большое количество времени в мастерских. То есть в практике практически 50%. Ну, даже иногда больше. В нашем учебном заведении мы изготавливаем различную роду продукцию для населения. И многие учащиеся участвуют в этом процессе. При этом есть возможность у них заработать дополнительно. Это и кованые изделия, и лавочки, и печень. В основном сварочные изделия. В основном это сварка. Ну и плюс ежегодно проходит конкурс профтехобразования технического и декоративного творчества. Где можно уже на практике показать, на что ты способен. И в завершение, Александр Александрович, понятен интерес к высшей школе. Он был, есть и, наверное, будет. Все-таки какие доводы вы, как руководитель лицея, приводите при общении с ребятами, их родителями в пользу перспектив тех дорог, которыми ведет профтехобразование? Ну, мы профессиональную работу начинаем уже с сентября месяца. Тем более у нас проводится экспонентальная площадка на нашей базе по профессиональной работе. И по субботам у нас проходят встречи с учениками школ. Но при встречах какие доводы мы предлагаем? Ну, во-первых, абитуриенты, наши выпускники получают в дальнейшем выпускники, получают диплом в профессионально-техническом образовании, получают профессию, которая востребована на рынке труда. И чтобы как бы жизнь не сложилась, они всегда будут оставаться с этой профессией. Во-вторых, это достаточно высокая заработная оплата у тех выпускников, которые стали мастерами своего дела. Я хочу привести несколько примеров. Например, у нас учащиеся во время прохождения производственной практики на предприятии, на оплачиваемой практике, зарабатывают 700-800 рублей. А вот два года назад у нас был парень, который при прохождении производственного обучения на заводе Литя и Нормали в качестве маляра получал 1200-1300 рублей. То есть он еще помогал родителям. И это во время обучения? Во время обучения, да. Ну и в-третьих, те молодые люди, которые хотят продолжить обучение, хотят продолжить развиваться в своей профессии, они могут после нашего лицея, после профтехобразования поступить на сокращенную форму обучения в колледже нашего города, либо всей республики. И, проучившись два года, получить среднеспециальное образование. Я бы хотел добавить, заказчики кадров более охотно рассматривают кандидатуры выпускников вузов с инженерным образованием, которые имеют профессионально-техническое образование, потому что они знают эту профессию изнутри и, как говорится, потрогали ее в руках. Кто-то скажет, до вступительных испытаний еще достаточно далеко. И все-таки, наверное, о будущей профессии нужно задуматься уже сейчас. Спасибо за это интервью. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!